Книга «Открытым оком», том 3. Вопрос 1173. Тема литература. Прошу поточнее ответить с точки зрения Библии, канонов, житий и святых отцов по художественной литературе. Отношение христианина к ней. Можно ли читать вообще ее? И что именно? Как относиться к художественному вымыслу? Ведь реально этих событий не было. А если даже и были, то не так, как написано. Не ложь ли это? То есть художественный вымысел, домысел? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Ничего нет точнее, прекраснее Слово Божие. Если согласно канонов рассматривать этот вопрос, то если б зло пресечь, собрать бы книги все и сжечь. Игнатий Тихонович Грибоедов. Бог вот, я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя, вам сие будет в пищу. Рассказывают, что любознательный до всего Петр Первый ради необычных цветков завез и картофель, не подозревая, что это пищевой продукт. И когда осенью садовод вырывал с корнем засохшие растения и бросал их в костер, то на него повеяло каким-то аппетитным запахом. Что бы это могло быть? Он разгреб золу и нашел печеную картошку. Отведал, вкусно-то как! Но стебель сгорел, и он не мог понять, какому растению принадлежит этот клубень. Опытным путем доходил Адам и его дети до полезного, безвредного, лекарственного. Точно так же и душа каждого человека должна определять по содержанию, кто же автор, кто предлагает тебе в пастыре. Кто предлагает тебе в пастыре? Иоанна 10, 5 За чужим же не иду, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса. Псалом 5, 10 Ибо нет в устах их истины, в сердце их пагуба, гортан их открытый гроб, языком своим истят. Исайя 8, 20 Обращайтесь к закону и откровению, если они не говорят, как это слово, то нет в них света. Иеремия 23, 28 Пророк, который видел сон, пусть и рассказывает его, как сон, А у которого мое слово, тот пусть говорит слово мое верно. Что общего у Микины с чистым зерном? Говорит Господь. Вселенские соборы установили канон книг, допустимых для чтения в храмах, то есть Библии. Апостол Павел заповедует, евреям 13, 7 Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам слово Божие. И взирая на кончину их жизни, подражайте вере их. Чтобы взирать на кончину наставников, нужно было описать их жизнь. Так появились жития. Появлялись записанные творения святых мужей, патристика, собранное в 300 томов. Читай, осваивай. Святые мужи в основном говорят проповеди на библейские темы. Каноны соборов собраны в книгу правил. Читай, запоминай и не нарушай. 719 правил. Из которых сегодня почти всюду в православных церквах нарушается 413 из них. Читай и потрудись. Чтобы восстановить падшую скинюю, создай ненарушимость канонов. Полностью согласен с поставленным вопросом о вымыслах и домыслах. Все это есть ложь, а ложь от сатаны. Но иногда и апостол Павел допускает некоего героя без имени, как обобщающий образ. Римлянам 7.9 И написание и чтение их есть грех. Воровство ценнейшего материала времени.